добрый вечер приветствую добрый добрый вечер точно хотите пообщаемся да давайте пообщаемся что-то мы там с вами общались когда-то я забыл уже о чем говорили ну вы знаете откуда я кто я да у вас вчера был праздник кого не спрошу толком не могут ответить что там честь чего кого у нас и сегодня праздник ну я знаю и 7 вас в общем праздник один за одним а именно вчерашние это что такое вчерашнем дело идет речь праздник единства он у какого-то дате привязываются или зачем-то просто придумали какую-то фигню по сути такое отчетов они вас такие праздники все вот но у нас если в украине праздник так все знают зачем почему никто не знают ну давайте я далеко ходить не буду допустим первое я вам чисто украинские праздники скажу вы меня спросили я вам отвечу какие праздники а тут вы мне сразу ответ сами навязываете да так вот понимаете праздник у нас 14 октября это день основания украинской повстанческой армии день украинского казачества этот день покровы и вот в этот праздник у нас выходной празднуем все люди знают зачем почему откуда 1 1 января у нас двойной праздник новый год и день рождения степана андреевича бандеры тоже празднуем 20 24 серпня значит августа про день независимости ну все знаем ну это же ваши праздники да я бы вы спросили назвать наши праздники хотя эти праздники самой украине не воспринимают как праздники почему а кто вам сказал что не воспринимают я вам например на 14 октября у нас всегда в киеве факельное шествие можете посмотреть это день упа даже у вас показывают в крыму тоже бывает факельное шествие какой-то другой день по моему там у них есть факельное шествие в керчи керчи я не слышал бандера никогда в крыму не было и мне чего вообще крымчанам даже не был никогда а кто а смотрите где он родился а то есть вы считаете что место рождения определяет национальности а где он в тюрьме сидел спасите у него то есть вы хотите сказать что у польши нет украинцев я ничего не хочу сказать а чё а чё же вы так вы хотите сказать что-нибудь мозг напрягите свой не материтесь не надо так материться не надо ну зачем же вас так бомбить сразу зачем так зачем так сразу подгар такой я не пойму вот так как только о бандере так сразу и остановить то нельзя вот случилось ну выпейте шмурдяка она вас успокоит успокоит она вас это да она вас это успокоит во первых в польше жила много украинцев а сейчас живет еще больше украинцев у нас там целая города украинские есть такие как премышль тому в основном украинское население понимаете так что место рождения не определяет национальность можете там кричать что угодно у вас даже в россии украинцы есть знаете у вас в россии есть украинцы представляете родились там родились там в россии и живут первый раз слышите да вы слышали что русские есть в украине тоже этнические я вижу то с вами бесполезно разговаривать если вы не знаете что в украине есть этнические украинцы россияне которые русские с удовольствием воюют на донбассе наши тут притом у нас и при власти смотрите вот министр обороны сейчас у нас такой вот русская чисто фамилия резников до так сказать секретарь безпеки и обороны даниилов тоже русская фамилия так что что то тут такое да я вам уже звук давно отключил кричите кричите вы же знаете кто я глупым людям отключаю звук потому что они диалога вести не хотят вот так вот и кричат вот чтоб ваша дура было видно ваша дура вот чтобы было видно вот чтоб ваша дур была видна хлебните еще шмурдяка хлебните вас еще не так понесет еще не так-то вас понесет когда чего же глупый человек до чего вот пожалуйста к чему приводит дуры добрый вечер приветствую добрый добрый вечер очень добрый предобрейший как у вас с флагами все интересно там что-то красивое все на заднем плане это украина у нас тут люди красивые все красивое земля красивая море красивые горы реки озера поэтому сюда вот руки и протягивать не успеваем вот так давать по рукам меня алексей зовут я из новосибирска о чем разговариваете здесь на новосибирск до чем я с вами уже разговаривал как-то не знаю вроде бы все обговорили не знаю может еще что-то у вас там новая тема и свежая поговорить а свежая тема у нас все время свежая тема к россиянам один такой вопрос когда они отцепятся нас вот эти россияне не знаю что с ними делать как и кружевым мы к вам не цепляемся совсем нет нет вообще не о чем гласят резолюции спч генеральной ассамблеи организации объединенных наций под номером 68 дробь 262 что незаконно оккупировали часть территории украины это ли не прицепились вот именно вот когда уйдут оккупанты когда уйдут чтобы отцепились от нас в конце концов но все равно как бы единственная международно признанный документ по донбассу является минские соглашения согласно им россия не является стороной конфликта а с крыма могут тренгей сколько а согласно документам генеральной ассамблеи он они же оккупанта россияне не ну крым крым да может быть ну так начнем с крыма а потом уже донбасса российской федерации ну когда-то немцы пришли тоже возвесили свои флаги раздали аус войс и и были более трех лет запорожье у меня был референдум до марки даже немецкая марки оккупационная рейхс марки ходили нет но референдум за немцы конечно по домам ходили опрашивали местное население кто против тех тех вот сажали понимаешь комендатуру поэтому все говорили мы за успокойтесь да успокойтесь а как получается что получается 28 февраля захватила российская армия парламента аэропорт железнодорожный вокзал банки все коммуникации связи порты летали самолеты в бельбек десантников подвозили через парома перебивали войска а потом а 16 марта провели референдум может быть если бы наоборот сделали прежде чем это все захватывать вот тогда бы кто-то то и подумал голосовали или нет а так тоже кто же в это поверят если в начале войска вошли а потом надо еще 1 марта у вас федеральное собрание дало путину разрешение на ввод войск а потом а 16 марта провели референдум ну это же не референдум а фелькина грамота получается а вы не верите оон организации объединенных наций я спочтение а кому вы верите крымчанам ну так а как они высказались на референдуме или к лично опрос делали или как а лично про говорят вот что они оккупированы дел конечно да украинцам нельзя укрым есть можно просто интересно вы украинский блогер ездите в крым да я вообще тут жил 20 километров от крыма херсонская область и что просто я по работе 1 2 года в крым вижу на месяц то есть я с крымчанами общаюсь постоянно а где вы были там крыму подскажите я под севастополем под севастополем но вы там летом бываете зимой оси летом назовите мне севастополь sky или obtain пляжи пляжи севастопольские назовите уж кулистаре на пряже купались на севастопольском хоть один пляж севастопольские назовите на севастопольском пляже не купались подождите я вам сейчас назову севастопольские пляжи это фиолент вот понимаете учку николаевка понимаете вот так же хрустальный такой пляж да там есть еще парка победы городской пляж как бы наверно не в курсе дело не в курсе дело не в курсе доводим курсе я вас понял да вы будете врать кому-нибудь другому да давайте как поживаете спасибо как на курорте у меня вопрос очередной возник ну давайте шоу вас там тревожит пипец тревога большая минутка такая дашь минутку вопрос задать вопрос будет продолжаться целую минуту но я постараюсь быстрее я представляю сколько же на него тогда отвечать надо ну ладно я начинаю короче хотят уничтожить украину серьезные опасения и этим занимается евросоюз скорее всего как конкурента польше для этого как бы создает эти газопроводы заранее слева и справа да там турецкий поток что создает те же люди зерна союза это братья вот это евросоюза потом северный поток который сейчас вот должны запустить заранее готовятся вот такая беспокоенность а плюс его стране как бы фашистов да там этих бандеров царда там власти там политика такая своеобразная давайте вопрос вопрос чем ну вот 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 вопрос вот но давайте сформулируйте тяр вопрос это были рассказывали что-то тярва просто вопрос в том что когда же это все произойдет и как бы зачем это делается зачем вас евросоюз готовит как бы к разрушению евросоюз нас готовит к разрушению по моему евросоюз вводит санкции против россии против украины никаких санкций не введено что они там готовят документацию я не читал не ознакомлен если у вас это личное какие-то маниакальные представления какие-то может быть я так сказать я не из вашей палаты поэтому не могу сказать ответить это обычно люди как-то ссылаются на что-то на какой-то документ где-то говорят читала источник какой-то а так вот знаете я буду лежать там где-то вот так вот на койке да я скажу слушай это россию там собираются китая они что-то отобрать свои исконные земли понимаешь да там вот сибирь отобрать вот поэтому то наращивает вооружение понимаешь вот на границе с россией зачем-то 300 шахт что ли ракетных установил китай кого они собираются обстреливать там они непонятно баллистические ракеты размещают на границе с российской федерации китайцы зачем так она мыла просто ответишь по поводу зачем ветки газопровода евросоюз мутит справа и слева например слева слева который сейчас пойдет турция турция в евросоюзе что ли газопровод то пойдет евросоюз который идет вот сейчас будет запускать который уже сведомо евросоюза проложили ну а если мы себе разве это не знак того что украину готовят к разрушению для того чтобы не конкурентоспособными это не знал это совершенно не знал больше зачищает вас это совершенно не знак не знак определенный знак к для кого это для вас лично знак или для кого но это же видно что вооружают готовят вас к уничтожению ну там а нас вооружает поэтому к уничтожению то есть чем больше у нас будет оружия тем быстрее нас уничтожили если у нас не будет оружия значит нас будут долго завоевывать а если у нас будет оружие нас быстро завоевать просто уничтожить быстрее ухта уничтожить ну вы же против россии готовитесь ну а чего евросоюз то дошлете сюда как евросоюз готовит плацдарм для того чтобы вас уничтожить чтобы вы не были конкурентами польской экономики в первую очередь а мы конкуренты у конкурентные мы польской экономики ну вы же стремитесь промышленность развивать там быть конкурентоспособный продавать свои товары а есть такое государство которое не развивает ничего не хотите развивали в мире в мире есть такие вот понимаете организации или какие-нибудь страны которые не стремятся к развитию назовите мне такую страну ну не важно но вы не ну не не важно но вы что-то вот вы думаете какую-то фигню потому что потому что украина хотит развиваться поэтому она будет конкурентом а россия не будет случайно конкурентом если россия будет конкурентом надо ее как бы понимаете европе европе чем больше и проведут труп туда европе тем она больше будет манипулировать россией понимаете вот края вот там вентиля стоят в европе они хотят открывают хотят вам будут прикрывать так что вот такие дела это они вас готовят и вы должны знать что вы россия никто с вас не снимал должности сырьевого придатка европы никто не снимал поэтому вы должны обеспечивать европу украина не является конкурентом польши украина является союзником польши и союзником литвы у нас ежегодно встречается влюблене делегации литвы польши и украины пролонгируется проект возобновления балта черноморской дуги то есть это наши ближайшие союзники это поляки и литва это все ваши домыслы понимаете все это домыслы ваши шановные друзья вы дивились на риску зи стримов аби дивиться стримы целком без наризки и купюр будь ласка подпишитесь на патреон посилание на патреон под всема видео и стримами підтримайте наш канал вподобайками коментарями тиснуть на дзвіночок а також розповсюджуйте мои ролики в соцмережах подпишитесь на всі мои канали адже часу и часу мне доводится зминювать место стримов и дислокации с метою безопасности адже очень много россиян не доволені моим контентом и кидают страйки наши гасла борьтесь поборете героям слава смерть врагам понад усе від сяну до дону на гиляку